Источник криминалистического света, который обнаружит следы ДНК, даже если их пытались уничтожить. Металлоискатель для поиска орудия преступления, эндоскоп, это лишь малая часть арсенала бийского следователя-криминалиста Максима Гультяева. В данном здании у нас располагается также еще цианокрылатная камера, в которой мы помещаем определенные предметы с целью и фиксации отпечатков пальцев рук на данных предметах и сохранения следов биологического происхождения. Современное оборудование позволяет успешно расследовать даже преступления прошлых лет. 32 года назад в поселке Верховский изнасиловали 7-летнюю девочку. Ребенка из неблагополучной семьи увлек сладостями какой-то дядя Ваня. Тогда найти его не удалось. Девочка получила психологическую травму и до сих пор наблюдается в спецлечебнице. Вернувшись к этому делу заново, прочитав его заново, проанализировав, составив определенный план, все же мы установили непосредственно лицо, совершившее данное преступление. Он был также жителем этого населенного пункта, где проживала данная девочка. И было собрано достаточно доказательств для того, чтобы направить данное уголовное дело в суд. И по результатам расследования оно и было направлено в суд спустя даже такой длительный период времени. Убийство в условиях неочевидности – основная работа Максима Николаевича. Итак, задача со звездочкой. Под мостом труп задушенного мужчины в нижнем белье. Следы волочения. Рядом замечен автомобиль. Решение – установить владельца авто плюс тщательный осмотр места происшествия. Была обнаружена деталь от автомобиля, так называемый новый селентблок на обочине дороги. Все понимают, что старый еще мог от автомобиля во время эксплуатации отлететь и остаться на обочине. А новый для себя вызвал подозрение. И при осмотре того автомобиля, который мы установили, мы обнаружили коробку из-под новых селентблоков, в котором должно было быть количество две штуки, а там только одна. И они совпадали, то есть идентичные. И у них было номерное обозначение одно и то же. В этом случае преступников посадили на 10 лет в колонию строгого режима. А в дерзком злодеянии, когда шли воровать, а в итоге зверски убили двух человек, помог так называемый экономический след. Подозрение вызвал факт внезапного обогащения патологически безработной пары. Одно из самых резонансных преступлений Наукограда – убийство пожилой пары. Их тела с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в их собственной квартире. Причем про них было известно. Никого из незнакомых людей они к себе не пускают. Так как же преступники проникли пожилым людям? Они выдавали себя за работников службы газа. Мотивом убийства стали деньги. Преступники знали, что пожилые люди хранят в двойном дне шифонера свои сбережения. Убийство раскрыли за 40 дней. В отделе криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю трудится 21 человек. Для них важен любой предмет на месте преступления. Даже незначительная деталь может выдать злоумышленника, каждый из которых должен и будет наказан. Ксения Цапко, Сергей Бертман, Будни.